Полонский меня водил на экскурсию к себе, и он сказал, что я не могу... Смотрите, я прочитаю вам РГ, российская газета, обманусь как дольщика, в Москве не останется к 16-му годе. К 16-му... Поживите, поживите пока погуляйте. Слушайте, значит, меня Полонский повел наверх своей вот этой вот башни. И пытался сбросить. Не, у него там классно, у него наверху на каком-то супер 30, неизвестно каком, или 60-м этаже, неважно, писсуар приклеен к стеклу. И можно подходить и обозревать любимый город, и одновременно, так сказать, выражать свои чувства. Понимаете? Ужасно удобно, ужасно удобно. Вот, и значит, я хочу сказать, он мне сказал, что там продаются у него апартаменты, он хотел Хилтон туда загнать или что-то. Я говорю, а что значит апартаменты? Он говорит, значит, ты не можешь прописаться, а это как бы доля. То есть, в сущности, это продолжается, насколько я понимаю, а? Ну, это не та доля. А доля, вот, например, как у меня ситуация, в Нагате, на гараж, многоэтажный, на Нагатинской улице. И его строят уже лет пять, наверное. То есть, это Лужковская программа, там, народный гараж. Ну, соответственно, новое правительство Москвы не поддерживает старую стену участия. А что с нашими делать? Ну, с таким, как я, Бармалеями. Ну, вот, соответственно. А сколько вы вынесли денег? А это было по-старому 350 тысяч рублей. Приличненько. Это по-старому, когда был 23 за доллар или 27? Это было 28 за доллар. 28. Мамочка, то есть вы хорошо так несли. И все, просто. Хорошо. Вам сказали спасибо, до свидания, все, все свободны. Можете нервно покурить в стороне. Спасибо. Слушайте, как я говорю. Так, как показывает, практик не добросовестный. На молодежке только за дольщики, но и сами дольщики. Дольщики, все звонят теперь дольщики. Господи, ну, шо ж такое-то, вас не останется?